Как обстоят дела в Козловском районе, выяснял сегодня премьер-министр правительства Чуваши. Помимо совещания, где подводились итоги работы за прошлый год, Иван Моторин принял участие в открытии нового здания пенсионного фонда, осмотрел старое здание больницы и вручил ключи инваселам. Подробнее в сюжете, который привезла из Козловки наша съемочная группа. Про Козловскую центральную больницу узнают не только в Чуваши, но и за ее пределами. Это одно из старейших учреждений здравоохранения. В годы войны единственный в республике госпиталь для военно-пленных. Впрочем, и те здания, которые поновее, нуждаются в реконструкции. Поскольку Козловская ЦРБ – один из важнейших узлов трассовой медицины, в первую очередь по программе модернизации отремонтировали хирургический блок отделения реанимации. Приемный покой приобрели современное диагностическое оборудование. УЗИ-аппарат, бронхоскоп, рентген-кабинет на три рабочих места. Но часть помещений пребывает в первозданном виде. Почтенный возраст больницы особенно бросается в глаза в детской консультации. Будем помогать, пообещал Иван Моторин. А вот отделение пенсионного фонда дождалось своего часа. Сегодня в Козловке открыли новое здание. На учете в управлении состоят около 7 тысяч пенсионеров. Страховые взносы платят свыше 600 юридических лиц и предпринимателей. Зарегистрированы почти 32 тысячи застрахованных лиц. Новоселье в ближайшие дни отметят и жители заводского поселка. Вообще в этой части города у нас больше 50 лет ничего не строилось нового. Соответственно, как бы он считался, у нас уже умирал. А мы благодаря программе переселения светоковарийного жилья вдохнули вторую жизнь. Построили там дальше по улице новую школу. Здесь все дома представляем тоже в основном социальные. Пока у нас планируется переселение 524 человека. То есть это больше 170 семей. В новом доме 30 квартир. Ключи от них вручили детям-сиротам и тем, кто до этого жил в старых бараках. Среди счастливцев семья Сусловых. 25 лет они ждали улучшения жилищных условий. По количеству квадратных метров и старая новая жилплощадь равны. Но все равно это небо и земля, уверены новоселы. Бараки, что там, то потопы, то что. Будут ливни, сильные дожди, мы дома по колен тонем. Постоянно мучились. То туалет наполнится, опять течет. Все у нас очень мучились. Мы живем на первом этаже, на втором этаже дождь, ливень. Мы тонем, опять с потолка идет все к нам. Вот так и мы живем. О том, что еще сделано для повышения качества жизни в Козловке и районе, говорили на совещании. Итоги социально-экономического развития в целом неплохие, но резервы еще есть. Индекс производства достиг 108% к уровню прошлого года, но у некоторых предприятий он 90 с небольшим. Инвестиционная деятельность проходит активнее, чем раньше. Но не на много, а крупных проектов нет вообще. Особенно это заметно в агропромышленной отрасли. Там прирост обеспечивают только небольшие фермерские хозяйства. Премьер-министр также напомнил о том, что наряду с республиканским создаются муниципальные дорожные фонды. А значит, пора начинать программу дорожного ремонта. Отдельный Иван Моторин остановился на мерах государственной поддержки малого и среднего бизнеса, призвав предпринимателей не ограничиваться лишь грантовыми конкурсами. На этом не надо останавливаться. Много иных форм. И гарантийный фонд есть для кредитования, есть фонд по кредитованию малого и среднего бизнеса, есть финансовые поддержки по консультациям, обсидируем процентным ставок. То есть, в принципе, весь спектр поддержки малого и среднего бизнеса в регионе создан. И муниципалитетам необходимо здесь активнее работать, так как это ваша налоговая база. Вы это чувствуете по тем данным, которые были в докладе. Есть работа предприятий, есть отчисления, есть дополнительные возможности бюджета. И, соответственно, вы уже не смотрите на республику, а полностью данными средствами пользуетесь, исходя из своих потребностей и своих целей.